Субтитры делал DimaTorzok У Кейт Старс же все, ну, это такой, ол-инчик, ол-инчик, я бы сказал Так, не успею я, видимо, что-то рассказать, так Стабили напали Он в мелде тут стоял, мы просто отошли, убили Ферсблад для LGD Они пойдут еще и дальше, хорошие шарды, или плохие шарды Это плохие, походу, шарды, это, походу, походу, плохие шарды были 2-0, да, перекрыли проход на отступление буквально Бристлбеку И он тоже погиб, два убийства для LGD Gaming, старт прекрасный Забрали, ну, забрали, ну, первую, третью позицию Я не знаю, лучше им читать, наверное, нельзя, да? Сейчас посмотрим, как руны еще контролят Да, просто идеально И вот, я только уж было хотел сказать, что, ладно, тут еще драка-то продолжается Дерется Нью с KingRD, KingRD должен быть в порядке Да, тут еще спорты какие-то залетели Шарды, кстати, там по двоим, верните-ка, посмотрим Может быть, там получится кого-то добить Там граната еще, насколько я понимаю, залетела По Нью еще тычка с мелда от Кастабили Получается сделать размен Ну, хотя бы так Хотя бы так Хотя бы первый фраг размочили немножко еще со своей стороны Вообще, конечно, крутой экшен Три убийства до буквально встречи крипов на линиях Довольно удивительно даже, я бы сказал Но это, в общем, открывает там надежду на то, что матч будет нас суперактивным Много будет фрагов, много будет сражений Меня немножко смутило Знаешь, тут подрафтую, немножко свои мысли тоже выскажу Вот это вот ласт пик Темпларка Если вот по остальным девяти героям Если посмотреть стату на групповой стадии Там претензий вообще никаких нет Герои, ну, зачастую выигрывающие Больше 55% или около того То Темпларка прям явно из этого списка выпадает Во-первых, ее не так часто используют А когда ее используют, то винрейт 33% То есть, ну, пока герой не побеждает И не очень понятно, почему именно Темпларка здесь появилась У команды KD Stars, вот как Грета в первой карте Тебе вот нравится вообще этот пик? Сложно сказать, Рустам Я точно, то, что я точно могу сказать Что Темпларка это очень хороший core matchup Именно в луну Ну, в принципе, и на линию тоже против милишника Должно быть окей, да Но герой, да, не супер популярный И я думаю, что просто в один момент В один момент KD Stars просто, ну, упрутся в потолок Вот они будут пытаться делать киллы Да, я уверен, что они будут делать киллы Достаточное количество Но просто в один момент LGD как-то ответят Не хватит демеджа И вот эта Темпларка, которая, может быть, будет и хороший там NetWars действительно Она в один момент просядет Она в один момент просядет И уже мало что будет в игре делать Вот у меня такое мнение Ну, посмотрим, посмотрим, как справиться В очередной раз хочется подметить, конечно, это вот Муэрта Которая, ну, сейчас самый востребованный персонаж в целом в доте, да Суперметовый, суперсильный Особенно там вот на четвертой позиции Буквально вчерашний матч, друзья, если вы Так, посмотрим, KJ здесь разорвали Да, сделали как раз-таки это вместе вот Планет и Нио Ну, как раз мы о Муэрте говорим И ее и показали, ее активный мув Так вот, да, побед очень много Герой безумно хороший, безумно сильный Если вы смотрели вчерашнюю последнюю серию Которая заканчивалась под утро Между гейминг Гладиаторс и Талон Видели, как Тоффу разрывал просто Вначале, это суперспособность Заколинг, с Аленсом, замедлением и дэмэджем Невероятно сильный персонаж Отдали его здесь ребята из VWK Sars Посмотрим, сколько смогут с ней справиться по игре Пока справляется с Луной После респауна KJ хороший телепорт в топ Забирают вражеского керри Не ожидали этого ребята из LGT Gaming Ну, Фурион может создать разницу на старте, да Его перемещение Численное большинство внезапно в любой точке карты Это всегда в плюс для команды Это точно, это точно Ты 100% прав Потому что, что Тасик, что Фурион Герои очень быстрые Они могут оказаться быстро где угодно В любой точке карты Помочь любому своему кору Да, также и контролить руны Им будет просто В противовес этому суппорты Феникс и Муэрто Они хороши на лайне Да, Феникс, например, очень хорош против Тасика на линии Потому что ты, ну, кидаешь Fire Spirit Ты замедляешь атак-спид Тэг-тим не так Не так хорошо работает против этого Но вот именно В плане каких-то движений И перемещений Вот эти два саппорта у LGT Довольно-таки статичные, на мой взгляд Поэтому, да Какой-то старт хороший Мы можем увидеть вполне себе От Кейт Старс Ну, во всяком случае Агрессию они точно проявляют Ищут возможности пробить соперник Выбить какие-то хитпоинты Ну, а там дальше, да Прилет Фуриона за спину И, глядишь, какие-то фраги Удастся организовать Ну, здесь, опять же, главное Не переагрессировать Довольно много кто подмечает Что команды, которые приехали У нас с Южной Америки Там, в основном, перуанцы Да Они показывают, ну, чересчур Агрессивную доту На этом The International И во многом За счет этой агрессивной доты Они и карты проигрывают Потому что, ну, не видят Возможности остановиться, да Идут вперед И их спокойно принимают Поэтому агрессия должна быть Такой разумной достаточно Ну, и опять же, взвешенной Понимая, сколько у вас там будет урона Хватит вам сил победить соперника Я бы, вот знаешь, еще даже что сказал Вот Я смотрю вот на драфт слева И на драфт справа А вот как там Как бывший тренер Там, как игрок, да Я бы с таким кайфом поиграл Вот именно героями справа Так Игорь Ди пошел вперед На Вайю Смайла Больше спулов у него никаких нет Получится ли зафыркать Бристлбеку Так, Вайю Смайл Немножко не туда Может быть от крипов Надо погибнуть От нейтральных Да, шикарная игра От капитана команды LGD Ну вот, об этом я и говорю Идем вперед Пытаемся убить Феникса В итоге подставляется Под Луну Фактически Таск Погибает персонаж Луна зарабатывает Много денег, много экспы Бристлбек остается Практически без ресурсов Широ чувствует себя великолепно Ну, чуть-чуть не сработал Я ожидал здесь увиденный инфурион На что он опять-таки прилетит Но там, видимо, у него были Свои тела какие-то на нижней линии Да, Кингерди Кингерди в центр Сразу перетяжка У нас попытка Немного зарядить бутылку Да, помочь мидерам Ответное действие От Вайю Смайл Ну, где-то можно и далеко Наверное, не убегать Скоро шестая минута Первая активная руна Мы знаем, что такие герои Как Шекер и как Пак Вполне себе любят Собирать самые активные руны В бутылках Поэтому надо будет По контролю Надо будет помочь своим мидерам Ну, а тут и плюс уверена Что пока ЛГД старт получше 57% Вероятность победы 43% пока дает Вивы Кейт Старт Но то, что будут проблемы У состава из Бразилии Это 100% Соперник попался Явно неприятный Ну, что значит попался Да, ЛГД на правах Лидера своей группы Выбирали себе оппоненты Понятно, что выбрали Команду из Южной Америки И решили, что им Наверное, проще будет играть Именно против них Хотя вот Альтернативный вариант Был не сладкий Прямо скажем Поэтому, наверное, очевидц Выбор ЛГД Да, да Потому что Альтернативный вариант Это были Талон, да? Правильно? Да, да С ними, конечно, играть Это страшновато Пленед пришел на топ Кстати, попытаются здесь Убить Бристалл Бека Ой, мимо Дэдшот Но все равно Получается убить Третью позицию Бразильской команды И шестая руна Nothing to save Пошел наверх Тут Кингер Ди Пак тоже рядом Но нужно попробовать Напасть на Шейкера Еще и Фурион должен прилететь Если что Но там все ребята Из китайского коллектива Бегут тоже Ой, неудачные шарды какие Дэдшот Nothing to save Бьет Феникс рядышком Кингер Ди Должен будет погибать Еще и от рук Nothing to save Здесь Нио В ответ пытается обратить Кингер Ди Стабильный телепорт Нио Но самонадеянный телепорт Здесь хватает дэмэджа У двух ребят На нижней линии И в итоге Дум погибает Много экшена опять Наверное, стоит Не казнить жестко Суппортов команды ЛГД Которые не помогли Руну первую законтролить Потому что они убивали Бристлбэк Это был важный фраг При этом они еще и оправдали Себя тем, что пришли в центр И смогли помочь Шейкеру забрать Еще одно убийство Поэтому в целом Я думаю Нас и Ктусей Должен быть доволен Да, первой активной руны У него нет Ну не то, чтобы Знаешь, он получил Какой-то реген И пошел всех убил Нет, конечно Есть смысл просто Постоять на линии Еще покачаться Знаешь, такая классика Вообще видна Вот именно Работа директора С командой Такие вот классические Скрипты Знаешь, вот там На 5.30 На 5.40 Прийти на четверке В легкую линию Попробовать убить Оффлейнера Потом успеть На шестую руну Как раз таки И все пока что получается Да, конечно Руну, как ты сказал Не законтролили Но убили героя Который руну контролил У оппонентов Да, это был Hinger D Прям вот Все так вот Красивенько получается У LGD Потому что Я еще пока что Их игры Прям в прямом эфире Да, мы не комментировались Не, не комментировались Так, Нашир Атака тем временем Со всех сторон зажимают Пеньки Надо отодраться Приходит Стопланет Заколинг Поставил Луна Все таки погибла Будет ли размен Сноубол Кингерди пытается Выиграть время Поставил еще и Шар Д Это не помогло его спасти Но дало немножко Дэмэджа по сопернику Поэтому ФЦР идет дальше Прям по тавру Идет за планетом Хочет добиться Еще одного убийства Фыркает И Клоспрей должны будут добивать Да, даблкил делает ФЦР Отлично Отлично Отличная работа Зашли в наглую В соперника Смогли убить Опять-таки Численное большинство За счет Фуриона Отрабатывают Агрессивно Ребята из Кейт Старс Знаешь, какой есть Очень интересный момент Относительно того Что сейчас произошло Так, Шира прилетела Закрыли У него есть Эклипс Если что И третий Бим Тут можно попробовать Убить Фуриона в соло Раз, два Бима Так, надо еще попробовать Так, прячется Прячется Хорошие джуки От Кейт Джея Но в любом случае Погибнет здесь Фурион И отличная реализация Эклипса От Рошана попробовать, да? Может он был Как-то от Рошана Умереть, наверное Он классно прятался Он понимал, что Получил Эклипс Да, ну Слушай, у него третий Бим Вряд ли бы Вряд ли бы Получился умереть От Рошана Так вот Хотел знаешь Что рассказать Вот эти убийства Которые происходят Здесь на Луне Они происходят Почему? Там так Дум Просто Дум Дум Пларочку А, не просто Дум Там Феникс Там Феникс Там Феникс А не просто Дум Приходит аналог Дримкоил ставит А Феникс Топис ХП Нас их тусы Рядышком Статичный заколинг По аналогу Мешает ему дальше Продолжить свою атаку Разменивают По итогу Феникса Фуриона Костопили ушел Дум пережил Интересная такая атака Получилась Лжети Не считали они Видимо то Что Кейт Старр Здесь будут дефать Своего тиммейта Но Таким вышка Все равно упадет В общем Очень интересный момент То что Широ Уже не первую игру Играет свою На луне И раскачка у него Почти всегда С подмакшенным бимом То есть Это говорит нам о том Что он хочет Например и на линии На своей В легкой линии Стоять как можно дольше Из-за этого Его я думаю Убили То есть у него нету Вкачанных глоевов Он не отходит Бить лес В какой-то момент Когда уже Могут быть Перемещения оппонента И вот мы видим Что он парный портал Тоже приходит И совершает какие-то ганги То есть это очень Активная луна Потому что Далеко не каждый Так играет на этом герое Пожалуй Да Пока размениваются Тавером Бразильцы на топе Тоже вышку снесли Ну плюс-минус Нормальная дота Мы помним Что дота 1000 Которая сейчас преимущество Владеет ребята из лжди гейминга Она была добыта На старте игры До спауна крипом буквально Так на реакции Здесь Майо Смайл Улетает из-под сноупола Сразу телепорт Планет оказывается здесь Есть дэдшот Ставится циколинг Пробивается руки Под санрей Довольно больно таск Какие перспективы выжить Есть еще 7 стиков Есть рейндроп Ставится вот так Вот Супернова Кейджей Хочет ее пробить Аналог рядышком Вместе с Бристалбэком Будут забирать Нет Перерождается Супернова Два фрага делают Лжди гейминг Здесь очень легко справились Два саппорта И Биво Кейт Старс Мало того что поставили Ну Потратили довольно много времени Да Подключили много персонажей Стои вообще ничего не добились Такой момент для них Шикарно нажал кнопки Здесь планет Да Два идеальных дэдшота Сначала в Паку Чтобы он как раз таки Не дал вот эти Последние две тычки По Супернове Классная игра Классная игра Пока что от суппортов Лжди И Мы видим то что Наверное То как они нажимают кнопки Это как раз таки Компенсирует То что герои Довольно таки медленные В отличие от Тасика и Фуриона Да Мне еще не нравится Конечно что По Фениксу в целом Будет тяжеловато В этой игре работать Да Потому что вот Прямых персонажей Которые будут бить Супернову Ну их практически Нет Да Фурион должен залетать Ну вот видели Фурион залетел Получил фаер спирит Там Ну и Скорости атаки Абсолютно не хватает Не может он пробить А Ну наверное Коргерои не особо помощники Ему в этом Потом о нападении Приходит планет Снова заколинг Не его дум Просто дум Да просто дум Темпларку Чтобы не было продолжения Тайтаки Не еще решил развернуться Вообще ничего не боится Пока все под контролем Лжди геймер Да преимущество не очень большое Но вот так вот смотришь На мелкие вот эти передряги Столкновения И все же вот за Суммой вот этих 12 минут У Лжди есть небольшое преимущество Большой блок Да и мало того Что у Лжди есть преимущество Так они играли тут вчетвером Пока что То есть мы еще не видели В игре шейкера Который только-только Как раз таки Купил себе сейчас блинк Он несет его И я думаю Что сейчас будет уже Ответный смок От китайского коллектива Да моментально нажимается смок Суперновый 15 секунд За блинком бежит Nothing to say И кого захотят они убить Может быть просто Пака Который будет Мид отпушивать сейчас Просто взорвать его За счет эхо слэма Можно так Можно темпларку Можно убивать Бристалбека Там все они на Хорошем фарме Пока на своей половине поля играют И любого из них Остановить Да приостановить их фарм Приостановить их Рост по экономике Было бы неплохо Заходит там был скан Конечно Не знаю сколько информации Собрали Кейт Старр Сейчас Кейджей пойдет впитывать Ну это наверное Самая худшая стель Которую мог найти Нас и Птусей Она одновременно Самая простая Но хотелось конечно Большего из этого блинка Теперь у Кейт Старр Есть информация Что Нас и Птусей прыгуч И то что нужно Его опасаться Ну с большой дистанции Я вообще думаю Что информация Это была Вот ты видел как Аналог играл Он аккуратненько Прям очень издалека Кидал орбы в миде Чтобы отпушить мид То есть Я думаю что это был Своего рода Даже наверное ревил И это была осознанная Смерть от Кейджей Я думаю да 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 Чтобы как раз таки Пак чувствовал себя Более Более спокойно Так и вот Луна да Вот Прикольная очень Раскачка от Шира То есть Вот этот вот Как раз таки Бим в 3 Позволяет тебе Какие-то драки Начальные на линии проводить То есть Вот он как раз таки Эхо слэм Первый полетел Кастабили Немножко задержался В боте Так есть Ноу бол Есть ноу бол Кастабили попробует ТП аут Куда ты Там же тотем Ты чего Есть бим Последний убивают Керри команды Кейт Старс Дальше на Кингер Ди Станчик тоже будет Кингер Ди отсюда Никак не уйдет Просто без шансов Ну да Ну я не знаю На что рассчитывал То вообще Топлан Ассасин Когда ты перед Шекером Перед лицом Пытаешься сделать телепорт Видимо не совсем Считал И понимал Да кулдау На способности Задить тотема Странный конечно Мув Я не знаю Если бы конечно бежал Бол Больше было бы шансов У него спастись Тоже вряд ли Там все таки Три героя у команды ЛГД было Но выход хороший И все равно В итоге Насик Тусей Реализовался в блинг Именно в кор героя Реализовал эхо слэм Круто Пока вот последние Несколько фрагов Которые делает ЛГД Это вообще безответные фраги Да потому что Кейт Старс Никого убить не мог Но вот сейчас НТС слишком далеко зашел Против трех героев Зажали убили Хороший хороший фраг Хороший Очень хороший килл А тут ты посмотри Какое просто Какое количество стаков Только-только Вкачал себе Ширу В 4 главы И очень быстро Сейчас это что зафармит У него будет манта Очень-очень богатая луна Так как тут ведет контест Койла нету Но Икспу какую-то Поворует планет Планет может попробовать Подцепить Нет Просто Просто воруется Икспа Не хочется идти Фидис Да Конечно Собласть большой Здесь наборовать Каких-то денег Карать какую-то Икспы Но Умирать туда За этих Хендшинтов Тоже идти не хочется Так А тут план перехват Между прочим Шейкер-то у нас Возродился Залетает Есть фиссура Интересно Отрезающая Подзеколинг Отличное сочетание Способностей От нас Никтосея Планета В итоге Таск погибает Все же Не умер он там На тройке Но убегая В общем Жизнь свою Отдал 3000 преимущества Время 14.7 Коргерои Лжи Формят Хорошо Даже Получше Чем это делают Ребята из Еди Стар Саппорты Очень богатые Тоже нужно это учитывать Поэтому пока У китайского коллектива Полный порядок Есть у нас какие-то Рекомендации Вообще Чем бы сейчас Бразильцы могли ответить Как в общем Игру свою поставить На нужные рельсы Дай подумать Ну Наверное Надо сделать Какие-то Каких-то парочку Киллов Попробовать с маке Выйти вместе И с наличием Дезолятора Наверное Нужно Наверное Нужно пойти Рошана Попробовать забрать Рошана И продолжить Темп Потому что Пока что Игру Навязывают LGD Гигарди только Выглянул Сразу в лицо Дэдшот прилетает Приходится разворачиваться Бежать в обратную сторону Это такой намек Знаешь Нет Вы вперед не пойдете Ребят Мы тут вас все контролируем Никуда не пустим 4К перевес LGD стартует Уже под смоками В район верхней части карты Так Ну Как-то бежать Не планирует Планирует убить Того кто будет отпушивать Верхнюю линию А это Бристалбэк Под Санрейз Колинг Эхэслэм От Насик Тусе Тотем Фиссур Удары Прямо в лицо И Нью уже там замахил Сдать свой ультимейт Но это абсолютно было не нужно Потому что запасом урона хватало Легкий фраг И Ну так уж получилось То что они прям Правильно побежали В нужный момент Да и Бристалбэк вышел Все прочитано Шира Так Чуть вышел руну контролить Руна щита на нем Надо уходить Шейкер прыгнул Отличный сайлент Аналога Шейкер не смог зацепить Знаешь Пока смотрю эту игру Осознал Один очень Критичный момент В драфте Кейт Старс У них есть Невероятный конфликт Вот Именно У двух героев Это Темплар Ассасин И Бристалбэк Они Оба хотят качать Эншентов Они оба хотят качать Эншентов И Вот мы видели Когда Кастабили снизу погиб От Эхослэма Nothing to say А он хочет быть в другой зоне Из-за этого получается То что один не дофармливает Другой не дофармливает Как-то не так получается Фуриона тут пока что забрали Там еще и Клипс По Бристалбэку Бристалбэку плевать Или нет Да он идет вперед Но Булхп это потерял Не знаю Темплар там Зеколинг Феникс Суппорт очень сильно мешает Отличный карустав Ставит супер новая Защитная К ней не подойти К ней не подойти Нельзя Ведь тут драться Планет Относом останавливает соперника Аюсмайл вернется После перерождения Отличная фиссура По двоим Дум висит еще На одном герое Кейди Старс Погибает Бристалбэк Под ним же Это минус 3 Суммарно Ничего не получается Кейди Старс И к собственному лесу Здесь месят ребята Из ЛЖД Гейминг Пытались как-то развернуться Кого-то поймать Но все под контролем С запасом способностей Но Браво ЛЖД пока Играют очень сильно Да И вот знаешь Действительно драфт позволяет Есть Очень сильные Тимфайт кнопки В виде Суперновые В виде Эхо слэма Очень много Станов То есть кидается Какая-то просто Фиссура банально Можно продлить Бимом Можно продлить Дэдшотом То есть ты даже Из контроля Не выходишь Хотя вроде как Выглядит так Что прям Ярко выраженных Станов нету У ЛЖД Но вот Маленькие Вот эти вот Какие-то вот Бимы Дэдшоты Очень сильно помогают Безусловно Тяжело Тяжело Бразильским игрокам Здесь как-то Проявить себя Ну мы знаем Друзья Что вот Киди Старст Команда Которая на текущий момент В турнире Единственная команда Последняя Единственная Которая Со второго дива Все-таки Надо это учитывать Остальные команды Представители своих регионов Первых дивизионов Все же И Огромный респект Киди Старст За то что смогли Преодолеть групповую стадию Потому что я читал Там прогнозы Предикты Многих медийных лиц Аналитиков И так далее Все ставили Киди Старст На вылет уже Своей группы Они смогли Группу преодолеть Поэтому Да трудно против ЛЖД Никто не спорит Но Надо постараться Надо найти конечно Какие-то либо стратегии Либо какие-то крутые маневры Может быть Не знаю Ну проявить сверхагрессию На следующей карте Взять какой-нибудь Очень нелогичный Очень темповый пик И пробовать удивлять Потому что В стандартную доту Судя по всему ЛЖД сегодня Будет не переиграть Знаешь Вот Всегда Какое было поверье Относительно Китайских игроков То что Они Далеко не лучшие В лейнинге И вот Мне кажется Надо как-то Сделать Наверное Упор на линии Киди Старст Во втором матче Ой-ой-ой Эка слэм Тотем Писсур Это прием какой И ведь Тоже Эта атака на Нио Была практически Прочитана Потому что За его спиной Находились уже тиммейты И как только Сноуболом пошел Закат в соперника Сразу ответка В виде шейкера Красиво Мощно И безапелляционно Практически Вот чтобы не придумали Кейт Старст Должи к этому Просто готовы Да И забирают Рошана 19-я минута Так Драка какая-то Нио с аналогом Дум в кулдауне Ты посмотри Кстати сколько уже У Дума У него 13 тысячный твор Собидаса Кторин По 33-му все На самом деле Да Уже очень Это Дум Как у этого всего Побеждать Конечно вопрос Помнишь Да Вчерашний матч Вот как раз таки Где играли Гейминг Гладиаторс Там Спирит Брейкер Такой же билд Показал Митаса Сокторин Сделал с абсолютным рекордом Да вообще все рекорды Которые можно было побить Я из побил Правда игру при этом Проиграл Вот в чем нюанс Да это было очень забавно Да это было очень забавно Так Ну что Что мы делаем с Аегисом Да 20 минута Забрать Т1 вышечку Вот эту в топе Конечно хочется Я думаю Но В ответ Кейди Старс То же самое Делает Снизу тоже пушится линия Пытается забрать Здесь кастабили Терзателя У него это Очень легко получится На темпларке Всегда это Очень легко сделать Ага Что-то Не-не Я перепутал Я думал Что-то еще своровали Вражеского Да Не-не Это рано-рано Рановато Да Не знаю Будут ли контролить Вообще ЛГД Эту точку Так-то они больше Сконцентрированы На верхней части карты Ну Аегис в инвентаре У Луны Преимущества шикарные В динамике Последние там Три-четыре Тимфайта Выигрывали ЛГД Запасом Дас вообще Пришил что Да В этой игре Придется выходить в лейт Или не придется Крепко так Игру засушить А вот Что на это будут Отвечать ребята из ЛГД Конечно хороший вопрос Потому что по-моему У них все двери открыты И сейчас можно уже Вполне себе нападать На вышки второго тира Бабочка Посмотрите Какую инвентарь Уширо К этой минуте Просто божественно Конечно Просто огромное количество денег Мне кажется Вот с этой бабочкой Можно чуть ли не на хайграунд Уже идти Вот действительно Чем драться Чем драться Кейди Старса На данный момент У тебя еще и Аегис Есть на Луне То есть тебя всегда Феникс захилит Своим с Андреем Да У тебя просто там Сзади Есть фиссура Есть если что Просто блинках А слэм Да и просто банально Какой-то заколинг От планета Очень сильно поможет Не знаю Мне кажется Надо просто После этой т2 вышки Просто идти на т3 Как минимум Ты стянешь героев Как максимум Если ты заберешь Т3 вышку Ну Мы знаем Что Луна делает Когда Остаются голые бараки Там очень больно Ну Очевидно одно Сейчас Проигрывать драку Кейди Старс Вообще нельзя Я не уверен Что ее нужно Вообще инициировать Против Аегиса Луны Но проигрывать драку Точно не рекомендуется Потому что Действительно Как ты правильно отметил Луна вам всю базу Разнесет Своими глейвами И да Ты был абсолютно прав Смотрел GD уже готова Подниматься на хг На 22 минуте Не видит никаких преград Не видит соперников Пока на базе Но вот сейчас Появляется только Кингерди Что делать С медасиком Вот так Как приходишь 21-й с медасиком У тебя база падает Думаешь Так Какие кнопки нажать Как-то бессилбэк Там нормально Дебаджи нанес Луни за счет Своего аганима Как я понял Шива кстати Еще в дому появилась Вот Так Смок тут Летит Nothing to say Отпушивать Надо наверное Как-то Хороший вар Смотри слева стоит У LGD Может быть туда побежать Они сейчас увидят Там кастабили Да-да-да Может быть надо побежать Туда Нет Попытаются поймать Пака Но безуспешно Ну в целом да У воротливая игра Киди Старс Это по-моему Единственная сейчас У них оптимальная опция Как дальше продолжать Эту игру То есть стараться Как-то распределить Своих героев По разных участкам карт Да Чтобы все находили Свою фарм При этом Желательно там Много не подставляться Если кто-то саппортов Будет погибать Это не проблема Ну и просто зарабатывать деньги Стараться вот это Отставание по экономике В 10 тысяч Хотя бы его оставить На таком же уровне Пока есть легис у соперников Так вот Даже герои нашли Ну-ка Феникса Ассаленс Отличная работа И вот на перетяжке Поймали одного персонажа Круто Пока неплохо Пока держимся Пока держимся Пока не сдаемся Ниу пытается Тут боти еще сетапить Все 5 героев Направляются Направляются вниз От Кейт Старс Но Ниу в порядке Вот знаешь О чем я думаю Вот всю игру сижу Вот то что Оставили они Вот эти вот Вот эти хеншей Да Бристлбеку Вот Это как бы здорово Да Что у тебя 2 кора Будут большие Они будут подкачиваться Бристлбек здорово Будет выкачивать Одну часть карты Темпларка Другую Но У противников Есть Дум Который всегда Этого Бристлбека Выключит Он не будет регениться Там уже Шива появилась У Ниу И вот эти Не будет работать Этот герой Не будет работать Так как надо Мне кажется LGD нашли Отличный ответ Вообще В виде Дума Против вот этого Как раз таки Метового персонажа В виде Бристлбека Ну и правда Да Ну а что делать Теперь Бристлбеку Совсем фарма не давать Оставить его На позиции кого-то Три с половиной Пусть Аура собирает Как бы тоже Хочется развиваться Вообще концепция Я так понял Луки Старс Ну как бы Начало не очень сдалось Поэтому просто Выфармиваем всех Трех кор героев Видишь у них там Примерно даже Нетворс идентичный Плюс-минус Ну и там Стараемся Чтобы каждый из них Набрал те артефакты На которых им будет Комфортно играть доту Без приоритета Чтобы как будто Только одного Раскачать очень сильно Потому что Ну тут каждый Забирает Какой-то участок карты Так Да Сложно Все равно сложно Да 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 очень сложно Так Ой Хаслэм Покинь горди С мидасиком Так Получится ли добить-то его Убегает Пытается убежать Но тут уже аганим Есть Nothing to say Да Прыгает вперед Килл Килл для мидера команды LGD Кстати не такой уж У него и большой Нетворс Да Поэтому соло-кил Довольно-таки Приятная вещь Это как обычно Шекеру Не так важно Какое количество денег У него В этой табличке Как важно Купить тайминг Свои артефакты А Блинк довольно Вовремя купил Шекер Главное Опять-таки Он его реализовал Да Купив Дальше аганим Пока все идет По плану вроде Проблем никаких Nothing to say Не встречает И команде Довольно Много помогало Если вспомнить Как эта игра развивалась Именно Шекер Надо сказать Что потушил Эту агрессию Бразильскую Да Которая была Вот там Два-три выхода Которые организовали Ребята из Киди Старса Они просто натыкались На этого Шекера И ну дальше Уже просто не шли никуда Поэтому Nothing to say Здесь провел Достаточно хорошую работу Ну да У него задача Просто купить Блинк Да И как раз Вот этим Фармящим хорам Которые стоят у него По сайдам Просто создать для них Комфортную игру Пораздавать пасы Поэтому Ничего страшного нет Что он где-то Отстает в нетворсе Но в любом случае У него денег Все равно много Нам еще кстати Показали с тобой Подсказали что В среднем На тридцатой минуте Покупается Сатаник На луне И именно планет Купил на пять минут раньше Ой планет Прошу прощения Широ 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 Да конечно Да у него На двадцать пятой минуте Двадцать тысяч нетворса Я не знаю Это просто неостановимая луна Мне кажется Можно идти уже заканчивать Дум По KingRD Не стесняются Ребята из LGD Вот именно Кор героев Саппортов Разряжать Свои ультимейты То их Слэм KingRD впитал То теперь Doom впитал Так А вообще Нио здесь Собирается выживать Телепорт А сбить нечем Да Ну да Бристалбэк Парион К сожалению Контролем не обладают Прикольно А луна уже на хг Луна уже на хг Выбивает глиф Есть катапульта Санрей Регенит Катапульта правда развалилась А вот луна так просто Не развалится Друзья Как ее тут с бабочкой Сатаником остановить Конечно вопрос Вопрос Приходит Бристалбэк Будет пытаться спыркать Ну такие да Легкие попытки Зажать все таки Соперника Так Нас это Тусей Мимо руля Так Найдет ли? Надо как-то заджукать Попробовать Еще раз Еще раз Так Слишком А что за рейнж Тотема я не понял Вот так круто Отлучил Тотем добавляет рейнж атаки Я понимаю Да но не настолько же Что за километр Просто удар Ну да Забавно было Наверное Так Пак Тут что-то Шифт Прятался Койл поставил Ну Все как-то Это выглядит защитно Хотя на Вайл Смайла Глимер Погибнет Погибнет пятерка Команды LGD И будут Быть и разворот Оехо Слэм По двоим Туда Под прыжок Дума Шикарная комбинация способностей Опять стирает Кингерди Вместе с ним Забрали еще и Бристалбэка Кастабили Под фокусом Оказывается Уже без блокинг-бара Тоже легкая мишень Для ребят Из LGD Gaming 27.9 Ну Вот нашли Зацепилиться Какое-то одно убийство Дальше продолжат Атаку просто нечем Ну К сожалению Тут на каждой позиции Прям жесткое отставание И по экономике И по XP Ну Ничего не предъявить LGD комфортно Друзья Заканчивают эту карту В свою пользу И я уже знаешь Мысленно где-то Во второй карте Я все пытаюсь придумать Какую-то стратку Знаешь Которую LGD можно удивить Можно переиграть Да Да Я тоже Мне кажется Ребята сейчас пойдут Скажут Ну Что надо сказать Да Что Ну Не получилось Я думаю Что все-таки Действительно Драфт Немножко Странный Получился Слишком Молыновый Можно сделать Просто Действительно Упор На линии Выиграть Лайнинг Против китайского Коллектива Это сделать Вполне Вполне Можно Поэтому Надо поговорить Надо обсудить И Должно что-то Поменяться Во второй карте Ну Над чем Подумать У них точно Есть Поэтому Это уже Где-то в перерывах Наверное Между первой и второй Карты Пока смотрим Как за тем Как пытается Аналог хотя бы Немножко Эту игру Затянуть Отпушивают линии Еще пофармить Полноценного Тимфайта 5 в 5 Мы так и не увидели Хотя Вот конкретно На него точно Хочется посмотреть Бристалбек Под дремкойлом Каким-то Вот может быть Сейчас Луна Бьет ФЦРа в спину ФЦР думает Что он Не пробиваем Он очень даже Пробиваем Фиссура Отрезающая его От его команды Прыгает перед ним Прям Удары в лицо И здесь уже Бристалбек Не живет Фурион со спины Кигр Дзи пытается Расставаться перед своей смертью Тоже в таверну Закрыли И Фуриона Который тоже со спины Оказался Таки минус 3 Аналог Ну пака разве что Тяжело взять Здесь Ну а темпларка Так в драке И не вступает Особо Не помню Чтобы как-то кастабили Пришел Бить с командой Что-то сделал Не дает Действительно Мы же его вообще Как будто не видели Да Мы же вообще его не видели Мы видели Как он разок Там погиб В боте Ну и все Темпларка Больше ничего не сделала Может быть Действительно У бразильского коллектива Был план Да Вот что Мы с Фурионом С Тасиком Сделаем очень много Киллов в начале Потом темпларка Будет большая Заберет Рошана И мы будем темпить 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 Так туту По паку Кстати А пак не прыгнул На свой орк Пак не прыгнул На свой орк Ну Допрыгался Или долетался Наверное Будет актуальнее сказать Тем временем Да Поднимается второй Рошан И его тоже будут Лжди без сопротивления Забирать В общем все по канонам Все по плану Пока Знаешь По такой карте Даже Не оценить команду Лжди Да Это одна из тех серий В которых фаворит Пока избивает Аутсайдера И ты не можешь сказать А в какой же форме Находятся ребята Из Лжди гейминг На каком уровне Да сравниваем ли мы их С условными спиритами Тундра Или все таки Будут пока среднячки На этом турнире Не ясно Потому что Ну вот здесь Бразильцы На самом деле Не поставили никаких проблем Перед оппонентом Не поставили каких-то Нерешаемых задач Или сложно выполнимых задач Поэтому Лжди просто выполняет Какое-то стандартное Действие на карте И этого им хватает Чтобы переиграть соперника Кейджей Сбивает ему телепорт Пойдут ли дальше Да А тут стабилие Кстати возможно Сейчас у него получится Хоть какой-то килл сделать Сыр Сыр нажал Сыр по-моему Нажал нафиг Туслей Будет продолжаться драка Айс Андрей Супернова ставится Если что Похилит еще и Шекера Тем временем Дум выключает Одного героя за другим Так Но ФЦР это конца Ниу его не боится БКБ заканчивает Снова не боится Ларс Инфернал Блейд ФЦР не поворачивается лицом Все лицом не поворачиваемся Спинка, спинка, спинка И до дома Вот ты сказал такую вещь Что Лжди Особо ничего не показали В этой игре В плане геймплея Я с тобой согласен Но вот в плане драфта Вообще считаю Что на этом турнире Очень хорошо драфтит директор И в принципе В принципе Вот тут вот Если посмотреть Да, направо Ну просто 4 имбы И Doom Doom, который Очень жестко Законтрил Бристилбека Да И весь этот драфт Эти все герои Вместе работают И это прям Даже, даже Если эта игра В одну калитку То все равно У меня наслаждение Наблюдать за тем Как именно Все вот эти герои Лжди вместе работают Потому что Ну не знаю Прям супер кайф Ну как минимум Директор в форме Да В мете 100% 100% Пока не изобретает велосипед Драфтит то Что сейчас актуально То что подходит Его игрокам В том числе Это в какой-то момент Времени обычно Прерывается И там Хочется немножко творчества Обычно от Сяуэйта Да Он сам Гораз там Что-то интересное придумает Какую-то стратку Которую будет сложно реализовать Но не сейчас Сейчас пока действительно Прям самые актуальные герои С хорошими винрейтами Никакому персонажу Здесь вообще не прицепиться Откроем статистику За групповую стадию Там больше 50% У всех Это полный порядок Так Престалбек не живет И секунды Сейчас Развалили его Тепларка в таверне Байбека нету Престалбека Байбека имеется Без двух сторон Ну по-моему нет смысла Идти там Тир-2 сверху сносить Есть трон Трон который будет Очень сложно защищать Трон который очень легко Будет спушить Широ С его айтем билдом Посмотрите на этот Инвентарь на 32 минуте Он чуть ли не максимальный Байбек От Престалбека Понимает что трон упадет Да Ну нужно Нужно защищать Ну как будем защищать Голый трон Айфиссуры перекрыли Там прохода не было На ЦКС развлекается Дом залетел Двух героев остановил Пак поставил Дримкоил Но под Дримкоил Никто сыграть не смог Эхо слэм Ингреди просто был уничтожен Как и Престалбек Так же в одно мгновение Ингреди залетает Ставится Суперноба В Зеколинг залетел Пак И его не смогут поймать На шифте Попытается пожить Там за спиной Под фонтаном Ну давайте откровенно Откровенно Давайте Было очень легко Когда будет трудно Вот в чем вопрос Когда будет трудно Для LGT Знаешь как я осознал Что это легко Вот Луни в последнем патче В последнем патче Да Сделали очень крутой шард И зачастую там На Луне